В этот раз круглую дату 20 лет со дня основания владельцы клуба «Золотой мустанг» не отмечают. В феврале 2003 года семья Татьяны Улановой купила первых двух лошадей, а уже летом начали заниматься с ребёнком-инвалидом ипотерапией. Это дело оказалось призванием на следующие два десятка лет. Но недавно Татьяна получила уведомление о том, что в 20 метрах от конюшни пройдёт новая дорога. Чтобы возвести трассу у конно-спортивного клуба, изымут больше трёх квадратных километров земли, которая была в собственности Улановых. Я даже этого не представляю, что мы можем вообще закрыться. Я 20 лет вложила столько сюда сил и средств в наш клуб, в это развитие. Я считаю, что я провела колоссальную работу по развитию и спорта, и адаптивного конного спорта. И вообще наши лошадки помогли очень многим людям. Сейчас в «Мустанге» 40 лошадей и почти сотня подопечных детей-инвалидов, которые не просто посещают сеансы ипотерапии. Последние несколько лет они участники и призёры Всероссийской спецолимпиады. 15-летний Владимир Подольный попал в резерв сборной России по адаптивному конному спорту. Необходимость построить объездную дорогу, которая соединит Холмск и Аху, назрела давно. Трасса пойдёт в обход Южно-Сахалинска по его западной окраине и должна разгрузить городские улицы от транзитного транспорта. И вариант, затрагивающий конно-спортивный клуб, стал самым экономически выгодным и коротким. Этот проект отымет меньше земли у жилого сектора и даст возможность построить в одном коридоре не только автомобильную, но и железную дорогу с правильной геометрией. В то же время Минтранс намерен минимизировать последствия и для золотого мустанга. Также Улановым обещают компенсировать стоимость той земли, которую изъяли для строительства дороги. Тем временем, диалог между участниками спора продолжается.